МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Угроза срыва минских договоренностей стала одной из главных тем сегодняшних переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Большой Семерки в Любике. Накадуне этой встречи немецкие и французские министры встретились в Берлине со своими коллегами из России и Украины. Очередная встреча в Берлине министров иностранных дел в так называемом нормандском формате закончилась только после полуночи. По словам главы МИД Германии, переговоры по ситуации на Украине были трудными. Однако сторонам удалось достичь некоторого прогресса. Решающим является то, что в свете ухудшающейся ситуации мы приняли сегодня решение не только продолжить отвод тяжелых вооружений, но и расширить его на другие типы вооружений. Теперь соглашение об отводе вооружений предусматривает отвод танков, бронетехники, миномётов и артиллерии калибра менее 100 мм. Переговорам в Берлине предшествовало резкое обострение ситуации в Донбассе. В пасхальное воскресенье в окрестностях Донецка и в районе села Широкино под Мариуполем проходили интенсивные боестолкновения. Наблюдатели УБСЕ не смогли определить, кто стал их инициатором, но зафиксировали применение танков, тяжелой артиллерии, гранатомётов и миномётов. Украинская сторона в нарушении перемирия обвиняет сепаратистов. За последние сутки противник использовал вооружение, запрещённое минскими соглашениями на Донецком и Мариупольском направлениях. Сепаратисты же обвиняют в обстрелах украинскую армию. В то, что дальнейшего обострения ситуации удастся избежать, здесь верят слабо. Да и о перемирии отзываются скорее нелестно. В минувшие выходные поступила информация из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, согласно которой сепаратисты в Донбассе имеют сейчас даже больше оружия и боевой техники, чем до переговоров в Минске в середине февраля. По данным НАТО, Россия по-прежнему поставляет им танки и бронетехнику, артиллерию и системы противоракетной обороны, боеприпасы и снаряжение. Оказывает помощь в обучении. Столкновения на юго-востоке Украины продолжились и во вторник. По данным сепаратистов, под обстрел у села Широкино под Мариуполем попали журналисты и наблюдатели ОБСЕ. Никто из них не пострадал. Ранее в том же районе на растяжке подорвался оператор телеканала «Звезда». Во вторник на юго-восток Украины направился заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Как сообщили в организации, он намерен призвать стороны конфликта отвести вооружение от разделительной линии в районе села Широкино. Сегодня, 14 апреля, в Берлине должны были состояться переговоры по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом. Однако встречу было решено отложить. Вместо этого в Берлине выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер, который дал понять, конфликт с Киевом не исчерпан. Москва не отказалась от планов по исключению Украины из схемы транзита газа в Европу. Эти планы просто отложены. В «Газпроме» уверены, что ЕС с этим придется считаться. «Мы можем держать паузу. Если надо, мы эту паузу будем держать. Если нас просто к этому вынудят». Этот пассаж Алексей Миллер адресовал, видимо, Европейской комиссии. Символично, что заявление было сделано на Западе во время конференции Валдайского клуба в Берлине. Эксперты уже назвали слова Миллера, что Россия может на длительное время прекратить поставки топлива в ЕС по южному направлению чуть ли не самым сенсационным высказыванием главы «Газпрома». Однако немецкие СМИ на эту сенсацию внимания почти не обратили. Возможно, это восприняли просто как блеф. С другой стороны, можно и так это трактовать. Здесь привыкли к тому, что Москва грозит, что она шантажирует Запад. Но речь идет о событиях, которые будут в 2020 году. И здесь, в Европе, уже исходят из того, что к тому времени зависимость от российского газа будет настолько снижена, что такая пауза уже не представит большой угрозы. Почему именно 2020 год? Дело в том, что нынешний транзитный контракт с Украиной действует до 2019 года. Отчуждение «Газпрома» от Запада. Под таким заголовком вышел комментарий в респектабельной немецкой газете «Зюддойче Цайтунг». Да, считает издание, газовый гигант находится в сложной ситуации. Да, у него трудные отношения с Еврокомиссией. Но полностью отворачиваться от ЕС он не станет. «Газпром», несмотря на угрозы, все-таки демонстрирует готовность к компромиссу. Однако проблема еще и в том, отмечают наблюдатели, что газовый гигант сейчас страдает от испорченного имиджа России. Я бы хотел отметить ухудшившееся отношение к России. Страха по отношению к России в Европе все больше, в Германии его все больше. И вопрос энергетики играет немалую роль. У нас ведется весьма эмоциональная дискуссия в обществе относительно независимости от России. А это уже тема возобновляемых источников энергии, которая будет играть особую роль в долгосрочной перспективе. В краткосрочной и среднесрочной же перспективе газ, считают эксперты, будет играть значительную роль в энергоснабжении Европы. Для «Газпрома» сейчас центральный проект строительства газопровода «Турецкий поток», которым Москва решила заменить поток «Южный». Планируется, что труба протянется до турецко-греческой границы, и что газ оттуда будет экспортироваться дальше, например, на Балканы. Турция отводится стратегической роль в этом проекте. А она должна вытеснить с рынка другого транзитера российского газа. Ведь те объемы, которые «Газпром» сейчас поставляет в ЕС через Украину, он уже через пять лет хочет экспортировать в страны Восточной и Центральной Европы через Турцию. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Балтийских странах. Сегодня она посетила Эстонию. Власти этой страны высказываются за постоянное присутствие войск НАТО в стране. Эстония на фоне украинского кризиса хочет усилить военное присутствие НАТО в стране. Возглавить войска европейских союзников Таллинн предлагает Германии. Об этом заявил премьер-министр Эстонии на встрече с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. За сутки территория лесных пожаров в Забайкалье увеличилась в 14 раз. Их распространению способствует сухая и ветреная погода. К ликвидации возгораний привлечено 1600 человек. Из Сибири пожары перекинулись и на территорию Китая. Там местные власти заявили об ущербе в 3 миллиона долларов. Джихадистская группировка «Исламское государство» потеряла до 30% подконтрольных территорий в Ираке. По данным Министерства обороны США, вытеснение боевиков стало возможным благодаря наступательной операции сил международной коалиции. При этом, сообщает Пентагон, в Сирии джихадисты по-прежнему сохраняют большое влияние. По данным СМИ, суд Кипра заморозил активы российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Под арест попала собственность бизнесмена на сумму 250 миллионов долларов. Решение суда связано с вердиктом Лондонского международного арбитражного суда, который в прошлом году обязал Керимова выплатить 250 миллионов долларов экс-депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну. Речь идет о компенсации затрат на строительство гостиницы в центре Москвы. В одном из зоопарков Нидерландов произошел забавный инцидент. Руководители запланировали съемку зоопарка с воздуха с использованием дрона. Но шимпанзе такая задумка оказалась не по душе. Обезьяна сниматься в кино не захотела и сбила беспилотник. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Развитие событий в следующем выпуске Геофактора. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова